Мы снова с вами, это воскресное время. В теории заговора апеллировали даже к недавнему признанию британцев в том, что разведка МИ-6 в 60-х похитила и казнила неугодного премьера Конго Патриса Лу-Мугу. То есть нет человека, нет проблемы с его политическим курсом. Мой коллега Александр Евстигнеев погрузился в медицинские справочники, чтобы понять, что стоит за девятью одинаковыми, практически одновременными смертельными диагнозами политиков. Они не могут победить демократическими способами. У них не выходит устроить государственный переворот. Им не удается посеять рознь среди народа. Тогда они прибегают к иным механизмам, чтобы устранить тех, кто им мешает. Эту пламенную речь президент Боливии произнес после церемонии прощания с командантом Чавесом. И вот он уже сам не в строю. Эва Моралес внезапно отменил все поездки. Моралес, после смерти Чавеса, он сказал, что когда они не могут сделать борьбу с методами демократичных методов, они начнутся с другой методом. Они начнутся с другой методом. Они обвеленные люди, потому что они говорят, что не существует человек, не существует ли вопрос. Это странно. Аппена он сказал, что теперь он уничтожил все поездки, потому что он контролирует все поездки, потому что он не чувствует себя в секрете. Я никого не обвиняю, я просто рассуждаю о возможных причинах того, что все мы отновремен за заболеть. Перу, Бразилия, Аргентин, 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 Парагуай, Боливия. Все эти президенты имеют те же диагнозы, некоторые были уничтожены, и у Чавеса есть те же типы. Он чувствовал себя нормально, а на следующий день оказался практически на смертном Андрею. Она написала «Кот Чавеса», 10 лет общалась с президентом, они были друзьями. В своей книге Ева Голинджет рассказала кто он, команданте Чавес, яркий индейский, критикующий капитализм, а главное, не подпускающий чужих, ни к своей нефти, ни во внутренние дела региона. Эта журналистка, по 9 лет, была одна amiga из Чавеса, он написал книгу, что Чавеса всегда противополит, он пытался защищать свой патруль, свой патруль и свой патруль из-за инвазии. Мы будем искать правду, есть подозрение что команданте был отравлен темными силами, которые хотели сбить его с верного пути. Будет создана специальная комиссия. Мы будем искать, исследовать, потому что это возможно, что они были отравлены, чтобы они отравлены, чтобы отравить его из-за инвазии. Совпадение действительно странное. Например, в США от рака умирает в среднем 250 человек на 100 тысяч населения. В Латинской Америке около 200. Чем светлее на карте, тем меньше. Но почему-то именно здесь рак выбирает президентов. Удивительно тех, кто не очень-то дружин с Соединёнными Штатами. Год назад... Саразить раком нельзя, так считает большинство oncологов. В то же время они разводят руками. Рак не изучен до конца. Каждый случай индивидуальный. В то же время… Сierno не соединения... Но и дотари говорят, что с кунировым не задействовались. Но, на самом деле, он не изучал до сих пор, поэтому они не могут ответить, как они могут быть подтверждены. Если взять клетку пораженную раком, выделить из нее фрагмент и пересадить в белковую оболочку, он прикрепится к РНК. Получается вирус транспортировщик. Когда он попадает в организм, тот самый раковый фрагмент начинает размножаться и прикрепляется к РНК. В этом году он говорит, что это очень трудно протестироваться с канцерами, но если взять клетки с канцерами, то это очень трудно протестироваться с канцерами. Это добавляет уверенность сторонникам теории заговора. Латина-американская религиозность плюс вечное ожидание беды от заокеанского соседа, который давно претендует на колоссальные запасы нефти, и не одно десятилетие борется с политической независимостью на континенте. Эта борьба сделала легендами Че Гевару, Угачависа и Фиделя Кастро. Соратники уверяют, лишь он один, даже после 600 покушений, противостоял амбициям США. Сейчас здесь ждут нового неуязвимого героя. Сегодня происходит удивительно интересный процесс. Латинская Америка отделяется от Северной Америки культурно-северационному плану. Обязательно появятся мощные и сильные элиты. Латинская Америка отделяется от Северной Америки культурно-северационному плану. Их же истинная Америка отделяется от Северной Америки, и, ориентированная Америка, но не знаю, не знаю, не помню. У нас всегда сезон имелла войны, Все сотрудничество, в последние ресурсы, и все равно границы. Эта guerra была. Эта борьба была заморожена. Эта борьба стала известны чикивары, чикивары, Куба, Куба и Фидель-Кастро. Он пытался 600 раз. И он был resistив и говорит, что сейчас продолжается. эта борьба, и мы будем ждать 20 странах.